С 2017 года закон о бюджете Ненецкого округа будет приниматься на три года с учетом бюджетного прогноза. Соответствующие изменения были приняты на 25-й сессии Собрания депутатов. Проект окружного бюджета на 2017 год и плановый период 18-19 годов должен быть внесен губернатором в Собрание депутатов не позднее 3 ноября. Ранее предельный срок предоставления документа был определен 20 октября. Основания для составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период приводятся в соответствии с положениями бюджетного кодекса Российской Федерации и дополняются основанием в части бюджетного прогноза. Бюджетные полномочия администрации Ненецкого автономного округа дополняются полномочиям по установлению порядка разработки и утверждения периода действия также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Ненецкого автономного округа. Напомним, решение о возвращении трехлетнего бюджетного планирования на федеральном уровне было принято в мае текущего года. У жителей Ненецкого округа появилась возможность сформировать бюджет региона. Распределить бюджетные средства по направлениям, которые вы считаете приоритетными, можно на сайте администрации с помощью онлайн-игры, моделирующей реальную ситуацию с бюджетом. Жителям предлагается секвестировать бюджет на 3 миллиарда рублей. Именно столько округ рискует не получить из-за упавших доходов от добычи нефти в этом году. Бюджетный квест разработан Ненецким информационно-аналитическим центром по инициативе губернатора Игоря Кошина. Платформа включает в себя 8 разделов, аналогичных главным направлениям расходов бюджета. Это образование, культура и спорт, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность и экология, сохранение традиций, управление округом. Убежден, что нам необходимо активнее вовлекать население в бюджетный процесс. Так как традиционная форма публичных слушаний не совсем популярна, мы разработали альтернативную. Речь идет об онлайн-игре, где жителям округа предлагается секвестировать на 3 миллиарда бюджет округа, самостоятельно расставив приоритеты. Результаты игры станут основой для аналитики в бюджетном планировании и могут лечь в основу принятия управленческих решений руководством региона. В Ненецком округе изменится механизм финансирования строительства жилья. Вместо инвестирования в строительство ряда объектов округ будет покупать квартиры по договорам долевого участия. Такое решение принято в ходе заседания администрации региона. Предполагается, что эта мера будет способствовать сокращению сроков строительства жилых домов и позволит сэкономить бюджетные средства, которые планировались на разработку проектной документации. В период 2016 по 2019 год предполагается приобрести 713 квартир общей площадью не менее 34,5 тысяч квадратных метров. На эти цели будет направлено порядка 2 миллиардов 600 миллионов рублей. При этом в текущем году в долевое строительство планируется инвестировать 421 миллион рублей. До конца 2019 года в Наринмаре за бюджетные средства по договорам долевого участия запланировано приобретение 572 квартир общей площадью более 27 тысяч квадратных метров. В поселке Искателей 105 квартир, 36 квартир будут куплены в сельских населенных пунктах. 23 жителя Ненецкого округа приобрели новое жилье в ипотеку под 5%. Новая программа стартовала в декабре 2015 года и набирает популярность среди желающих обзавестись новым жильем. Пока приобрести квартиру по выгодным условиям можно только в одном строящемся доме по улице Тыковылка. В доме 60 квартир, 21-комнатных, 22-комнатных и столько же трехкомнатных. Объект возводит компания Печора Девелопмент, застройщиком выступает Наринмар Стройинвест. Ипотеку на льготных годовых в округе сегодня оформляет только Московский индустриальный банк. Условия кредитования следующие. Процентная ставка 5% годовых, первоначальный взнос не менее 20% от суммы кредита. Срок от 12 до 120 месяцев. Сумма заемных средств до 6 миллионов включительно. Гражданин, желающий приобрести квартиру, должен обратиться к застройщику, выбрать квартиру, определиться с ценой ее, подойти к нам в банк, к любому специалисту по обслуживанию физических лиц. Любой специалист проконсультирует, возьмет пакет документов. В пакет документов входит следующий документ. Значит, паспорт, копию паспорта мы делаем сами на месте здесь. Справка 2 НДФЛ о доходах и копия трудовой книжки. Решение банка будет известно в течение 10 дней. При положительном ответе составляется два договора – кредитный и долевого участия в строительстве. Последний регистрируют через МФЦ. Как только клиент подтверждает первоначальный взнос, банк переводит средства на счет застройщика. Дальше все, как в обычной ипотеке. Заемщик вносит ежемесячные платежи банку. Банк, в свою очередь, получает субсидию от администрации округа. В НАУ рассмотрели возможности привлечения частных инвестиций в сферу энергетики и ЖКХ. Темы обсудили на заседании рабочей группы по реализации механизмов государственно-частного партнерства на территории региона. Участники совещания обсудили предложение инвестора по заключению концессионных соглашений в отношении нескольких объектов сферы энергетики и ЖКХ. Перед тем, как будет принято окончательное решение о сотрудничестве с частным партнером, по каждому объекту подготовят экспертные заключения. Конкретные механизмы реализации ГЧП-проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона прорабатываются по поручению главы НАУ Игоря Кошина. В своем бюджетном послании губернатор привел статистику заключения концессионных соглашений в России. В России заключено 271 концессионное соглашение с суммой обязательств на 71 миллиард рублей. Еще более интересная статистика. В регионах, заключившие концессионные соглашения, аварийность теплоснабжения снизилась на 47 процентов, теплопотери на 18. Водоснабжение аварийность снизилась на 21 процент, а потери ресурсов на 14. В селе Коткино планируют на треть увеличить стадо дойных коров. Это станет возможным после запуска новой фермы на 200 голов. Строительство важного для поселения объекта ведет сельскохозяйственный производственный кооператив «Сула». За счет собственных средств, это порядка 300 миллионов рублей, СПК планирует возвести здание и закупить необходимое оборудование. По информации председателя сельскохозяйственного кооператива Алексея Коткина, подрядчик уже закончил заливку фундамента и приступил к установке металлоконструкции здания. Планируется, что к 1 октября нынешнего года будет возведен каркас. Ввод в эксплуатацию нового производственного объекта позволит кооперативу увеличить дойное стадо со 150 до 200 голов. Сегодня в СПК «Сула» самая низкая себестоимость молока в регионе. В 2014 году общий объем субсидирования для СПК «Сула» составил около 45 миллионов рублей. В 2015 хозяйству за производство сельхозпродукции было выплачено 86,5 миллионов рублей. С 1 июля российские магазины, расположенные в городских поселениях, вводят полный электронный учет алкоголя. Для фиксации закупки и продажи спиртосодержащих товаров будет применяться система государственного контроля «ЕГАИС». Сегодня на территории Наринмара и поселка Искатели расположены 43 магазина. Все они с 1 января подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе в части подтверждения закупки алкоголя. Розничную продажу алкоголя на сегодняшний день подтверждают 33 торговые точки. Еще 10 приостановили продажу спиртосодержащей продукции до устранения технических сбоев, препятствующих передаче информации в систему. С 1 июля 2017 года к системе в части продажи алкогольных напитков должны также подключиться городские общепиты и все сельские торговые точки. На сегодня в НАУ насчитывается 112 торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. За нарушение установленного порядка учета алкоголя предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. В поселке Искатели открылся новый в Нидинском автономном округе хостел, в виде гостиницы «Агат» расположена на Тиманской улице в одноэтажном кирпичном здании, которое предварительно было капитально отремонтировано. В хостеле 8 номеров – два одноместных, столько же трехместных и четыре двухместных. Как сказал Артем Барачук, это управляющий хостелом, при необходимости в номерах можно разместить больше 16 человек. Каждая из комнат оснащена холодильниками и телевизором. В номерах есть шкафы, вентиляторы и чайники. Остальные удобства – туалеты, душевые, стиральная машина – размещены отдельно. Кухня для постояльцев также общая. Проживание в хостеле обходится в 1100 рублей, в сутки, независимо от номера размещения. В финансовом плане помощь из бюджета предприниматель не получал, зато значимую поддержку власти НАО оказали ему в виде форсированного подключения к коммуникациям. В дальнейшем руководство меди-гостиницы намерено развивать и сопутствующие услуги. В ближайших планах, например, ввести сервис с доставкой питания. Кроме того, идет сотрудничество с отделом туризма при профильном департаменте администрации НАО для участия в одном из проектов по развитию туристической сферы. Это все новости экономики за прошедшую неделю.